здравствуйте друзья доброе утро еду на работу вторник вчера был как бы выходной день то есть это федеральный выходной день не значит что все учреждения там магазины и так далее закрыты это это не так но в общем то в основном да то есть у нас школа например не функционировала хотя приходили люди сдавали тесты то есть вот это было и вечером я вел урок в онлайновом классе поскольку решили ребята что они будут учиться то есть так как то вот такой полу выходной и на обратном пути я мучительно знаете искал о чем поговорить потому что нас как канал нас просто совершенно задолбала мелкотемье вот эти вопросы которые задаются вы не все эти как тяжело мне бывает просто сесть и начать это читать и отвечать потому что во первых уже остались только вопросы которые надо читать по 15 минут они громадные во вторых они все одинаковые то есть ну что ж там меняется но вот он допустим на отакаде чертит или он там водопроводчиком работает или на железной дороге и вопрос а вот это то что меняется а вопрос остается тот же самый если мне работа там в америке и при этом он еще не говорит если у него разрешение на работу в эти вот это 95 процентов вопросов которые у нас есть и я с одной стороны чувствую себя ответственным за то чтобы на вопросы отвечать особенно когда молодые ребята я я ощущаю как бы особую ответственность перед молодежью потому что если мы как старшее поколение они будем уделять им внимание то это как бы большая большая проблема потому что у них решается многое в жизни кто-то же должен заниматься молодежью приводите они еще не не созрели не дозрели они еще не самостоятельные и как-то не знаю я очень болезненно воспринимают но все-таки много таких вот вопрос одинаковых на одно лицо вот знать как солдаты в строю стоят вроде бы они все разные солдаты лица разные рост там все такое но вот как одеть их вот мундир там каску нацепить противогаз еще добавить и все и вот ты смотришь стоит целый ряд там целый строй народу и один одеты одинаково головной убор одинаковые лица тоже нет все противогаза вот и вот это ваши вопросы на которые я отвечаю а иногда бывает что-нибудь эдакое вот но так редко уж прям даже не знаю и и вот был такой вопрос я наверно не на него может быть так уж прям отвечал то что там человек пытался понять вот эта свобода воля там еще что-то и говорит а что вы все там а простых таких вещах там уже наверное надоело да и год вот свобода я думаю про свободу поговорим и я никак не готовился источников там никаких не изучал не поднимал я так ну вот чего в голову приходит в данный момент может быть я бы через неделю по-другому рассказал наверно там много есть разных аспектов вот рассказал как рассказал я смотрю вот с утра встаю где-то часов там где-то полодиннадцатого вечера повесил а утречком просыпаюсь а там уже там 86 комментариев я думаю о смотри оживились оживились потому что есть вопросы которые ну как бы сказать задевают задевают вот и мне на самом деле гораздо приятнее когда какая-то дискуссия возникает народ там подключаются вот и там какие-то мнения там идут ну единственно что конечно хочется чтобы человек аргументированно что-то сказал вот это там можно прийти сказать ой это ерунда или можно сказать ой тут мне говорят это вульгарное представление и все и ушел чё на вульгарное а ты кто а почему она вульгар а может ты что-то сказал бы но вот как-то дополнил там в эти вульгарные не знаю я как-то напрягаюсь каждый раз такой момент я думаю чего он дальше выкинет то есть ну не знаю в общем да теперь что но сейчас во всяком случае мы мы все понимаем что когда тема такая задевающая то как бы критерии меняются то есть выводы из круга участвующим вот хорошо мне 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 было очень приятно что тема такая цепляющая и я там в конце сказал что если бы мы пригласили 10 интересных собеседников мы получили 10 разных историй разных мнений потому что это вечная тема это вот как любовь как даже не знаю там что свобода там мне говорят а вот все-таки поговорили бы про волю тоже вот живут как бы есть чисто такое российская вот воля я не компетентен я к сожалению не компетентен вникать сильно и высказываться вот как бы с другого берега а чтобы это такое было и так далее там столько народу об этом говорят ну чего я буду можно там противопоставить свободу и волю можно там еще как то есть разные традиции по эти есть традиция тут есть традиция там вообще иногда такие на эти мысли бывают на днях я со светланой вот мы надо то есть песни там какие-нибудь поем там мурлыкаем и вот например песня про степана разина да почему почему это начало начали про степана разина потому что вот эта мулька что волга не знают куда впадает по этим не тут пишет человек выгод спросите куда амур впадает до чего про амур спрашивать когда про волгу не знают но это уже отдельная история вот пусть нам товарищи из татарстана скажут куда впадает амур вот такая загадка на уровне что где когда вот к ним туда отдельный вопрос так вот но так чтоб не смотреть на карту так это каждый мой так вот к чему я говорю и вот эта волга волга значит песня про стеньку разина она в наше время была очень популярна вот как только люди соберутся и выпьют значит у них начинается значит бродяга к байкалу подходит вот это одна а другая вот была вот этот вот волга волга мать родная волга русская река я начинаю думать про волгу русскую значит реку и думаю вообще странная какая песня то есть она во многих отношениях странная вот во первых волга но может быть верховье где-нибудь там да там в районе твери можно сказать что русская река дальше то там как раз совершенно другие народы проживают но это отдельно но вот посмотрите на стеньку разина вот он же вас он же воспевается как герой правильно эта же песня такая воспевает ну такое боевое братство значит как бы союз между там лидером там повстанцев ну бандитов между нами да значит и там скажем рядовыми бандитами то есть вот таким братки его значит знаете что происходит они делают набег на персию значит захватывают там девочку молоденькую княжну персидскую значит растет девочка во дворце в богатой обстановке значит какая-то у нее судьба какое-то будущее и вот налетает значит какой-то бандит из другой страны так значит похищает эту девочку насилуют но ну то есть то что как бы так серийно насилует поскольку как бы явно это сказать не по доброй воле все происходит значит дальше недовольное братья вот это вот криминальная ну ну как вольт вольные люди мы же про волю говорим воля вот у них воля и вот они там на такая бандитская вольница это никто их там не ограничивает ничего вот они живут как могут занимаются разбоем и значит они выражают недовольство тем что он как-то много времени ей уделяет в то время как они тоже могли бы вот выпить вместе там или еще что-то и что он делает он берет девочку молоденькую так и бросает ее значит в воду со словами значит волга волга мать родная волга русская река не видала ты подарка от донского казака подарок такой давайте жизнь человеческая значит жахуя туда в воду и вот я я честно не знаю там кто написал песню когда она появилась там или еще чего-то но вот представьте себе что люди поют собираются и поют наверное они даже и не вникают в смысл этих слов наверное то что если бы они вникли в смысл этих слов они бы ужаснулись от дикости от чудовищности происходящего смотрите молоденькую девочку ребенка значит убили изнасиловали многократно потом убили в качестве подарка русской реке волги и значит по настоянию братвы ну братва естественно довольна чё вот а дальше весь народ значит там поет выпил и запел выпил и запил понимаете поэтому я я не хочу раз рассуждать про волю не чувствую себя компетентным вот просто будучи уже сегодня 60-летним почти там осталось пару месяцев и из них 25 лет прожив в сша то есть большую часть сознательной своей жизни я не хочу интерпретировать вот эту волю потому что явно до чего нехорошего я договорюсь потому что не знаю ну вот вот как да так что про американскую свободу мне проще еще раз если вы с американцем каким-нибудь поговорить и даже с большим количеством американцев вы увидите разное трактование этой свободы наверняка вот у всех разные ценности если мы остановимся просто на на том что такое свобода в глазах отцов-основателей которые конституцию писали страну создавали и так далее значит вы тут тоже много разных мнений там прочтете и так далее вот я слушал одного раввина он рассказывал что отцы-основатели или может не все там часть из них они вообще образованные очень люди были очень образованные по своему времени они были масонами и увлекались значит кабалой я уже не говорю там про ветхий там новый завет и так далее тут недавно избрали одного конгрессмена он мусульманин и первый мусульманин в конгрессе сша и когда нужно было его присягать значит но на библии все а значит и евреи тоже на библии там евреев много но вот как-то никого библия не смущало тут мусульманин и он готовит а библии то буду они почесали репу и нашли в библиотеке я боюсь соврать кто это был конкретно из отцов-основателей вот у него библиотеке нашли значит копию корана и вот на этой на этой значит на этом коране из библиотеки одного из отцов-основателей значит они его и присягнули то есть очень образованные были люди знали языки значит даже там была идея конституцию но вот рассказывают так я же я же там не присутствовал сами знаете там и значит там на тайной вечере не присутствовал мы же только можем что сейчас вот и что чуть ли не была идея написать конституцию на еврите уже они были очень вдохновлены идеями значит свободы вот с выходом евреев из египетского рабства и вот там и так далее но он как бы свою линию гнул что вот идеи свободы вот они значит ветхом завете через идею освобождения от рабства это как фундаментальную идею там и так далее и так далее что вот это лежало в основе американской конституции видение там прав человека вот мотну на тот период на тот период конечно у них это прекрасно совместилось с рабством там и так далее вот но интересно поэтому эта тема вечная на нее можно говорить и говорить и говорить и изучать и я думаю что самое главное в этом во всем самое главное в этом во всем это слышать больше разных мнений читать больше книжек вникать как бы в это дело но тут есть некоторая тонкость я лично вот субъективно вы можете сказать что у меня паранойя какая-то антисоветская но я лично очень сомневаюсь что вы по-русски найдете какой бы то ни было текст нет ну наверное в принципе в теории это может быть но вот на практике да что вы найдете какой-то объективно более-менее не то что объективно непредвзятое изложение потому что в течение там уже столетия столетия значит то что издается на русском языке специализируется на том чтобы чтобы но я не хочу сказать что они именно оболгать хотят просто без того чтобы оболгать у них не получится прийти к тому выводу к которому они хотят привести своего слушателя читателя там и так далее потому что вывод их как бы который изначально лежит в их рассуждениях состоит в том что нет свободы выше тоталитарного режима нет свободы выше чем посадить в лагеря истребить тех кто с тобой не согласен что два мнения это уже не свобода а беспредел а вот одно мнение от начальства вот это вот это собственно и все и вот это поэтому им надо уничтожить вымазать вымарать обгадить альтернативную точку зрения понимаете и им это легко сделать поскольку у них нет свободы мнений у них нет свободы как бы вот изложения и так далее то есть сейчас наверное появились я не знаю там слава богу за последние 25 лет ситуация меняется но они это тоже так пропитана что даже те кто вроде бы независимые и вот они сегодня и все равно мы же все вышли из этого всего ты же не можешь вот я не знаю вот как а вот ты в другой стране родился там семь лет нужно чтобы там костная ткань значит новые клетки возникли старые ушли новые возникли вот вот семь лет нужно как на это на разные органы там сколько то лет три пять семь десять пятнадцать понимаете она а вот на это сколько лет нужно поэтому очень мой призыв такой что тема свободы прекрасная тему прекрасное потрясающе и каждый аспект этой темы потрясающие вот допустим там презумпция невиновности например система трех ветвей власти кстати вот исполнительная законодательная и суд и вот они три взаимодействуют и если одна из них задавит остальные или даже одну из трех задавит тот нарушится баланс и мы окажемся в тоталитарном обществе как как построено понимаете вот это гениальное совершенно то есть вот эта система отцы основатели то что они создали было настолько гениальным что вот уму непостижимо понимаете вот она существует столько лет но так что это интересно это потрясающая тема это то что в американских школах дети изучают я я даже не знаю насколько они именно через голову это через сознание пропускают но может быть через каждодневное просто присутствие участие жизнь вот 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 это вот во всем вот может быть она гораздо больше им дает вот ощущение вот этой свободы я смотрю на внучку вот ей там скоро девять лет будет и ну восемь вот и да вот это время было восемь и она как-то вот приходит из школы и мы там беседуем значит им в школе объясняют что нужно игнорировать полностью игнорировать не обращать внимание на то что другие люди говорят про тебя понимаете это неважно то есть нельзя это игнорировать но это неважно что другие люди про тебя скажут понимаете как интересно и того учат в школе маленьких деток совсем маленьких неважно что другие люди про тебя скажут а мы с монтировкой выскакиваем и там значит то самое начинаем права качать и там отношения выяснять да неважно что они сказали интересно очень интересно в общем тема вечная тема бесконечная а мне работать надо так что я с вами прощаюсь и иду на работу